Винсент Фалко Что я тебе сказал? Но, папа! Что я тебе сказал? Что я наказан? Именно! Это означает, что никакого телевизора, радио или видеоигр! Так не честно! Ты издеваешься, что ли? Ты и твои подельники взорвали половину сада у миссис Джонсон! И мне не стыдно! Мы это сделали в исследовательских целях! Я очень разочарован! Я ждал, что ты хотя бы прощения попросишь! Ты уже не ребенок! Как ты думаешь, что миссис Джонсон чувствует по поводу взорванного сада? Удивлена взрывной мощью натрия? Она была в ярости! Так что ты наказан! Никаких видеоигр! Тебе ясно? Ясно! Так-то лучше! До завтра! Но на случай, если ты меня недостаточно хорошо понял, я заберу картриджи с собой! Но, папа! Ты все еще наказан! Так что лучше обдумай свое поведение и сочини на завтра подобающее случаю извинения! А иначе так и останешься наказанным! Но! Я не хочу, чтобы ты думал, что у принятых решений не бывает последствий! Уж поверь мне, последствия бывают всегда! Рано или поздно тебе придется разбираться с последствиями своих действий! Помни, поведение по отношению к другим людям имеет значение! В общем... Я запираю дверь! Спокойной ночи! Кто-то бросает мне камешки в окно! Попробую угадать! Либо Ник, либо Тони! Скорее всего, Ник! Нужно открыть окно, посмотреть, что происходит! Кто-то бросает мне камешки в окно! Попробую угадать! Либо Ник, либо Тони! Скорее всего, Ник! Эй, Винни! Винни! Тшшш! Заткнись, Ник! Меня наказали! А, ну да... Ну... Меня тоже! Думаю, все слышали о нашем... Эм... 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 Тогда что ты здесь делаешь? Спятил? Меньше всего Тони нужно, чтобы декодер сигнала прислали по почте! У нас будет бесплатная... Кабельная! Нужно добраться до дома Тони! Эм... Ну, не знай, Ник! Три слова, чел! Голые! Цыпочки! По телеку! Это четыре слова? Но... Эх... Ладно, твоя взяла! Минутку! Но только... Тихо себя види, ладно? Когда в прошлом году Брайан сломанной руки Таскан, с тех пор он с нами не тусуется! О, ключ к моему шкафу для одежды! Теперь вспомнил! Я его сюда положил, потому что у моей сестры аллергия на эти цветы! Теперь, когда я это вслух говорю, то самому себе кажусь параноиком! Но я почти уверен, что когда меня дома нет, она берет мои вещи! Дверь заперта! Не помню, куда подевал ключ, но он должен быть где-то здесь! Класс! Опа! Моя старая робота Бэтл Стэйшн! Что это ты тут делаешь? Папа всю неделю доставал меня, но сейчас... Неплохая идея! Но мне все еще нужны какие-то ручки, за которые я смогу держаться! Эй! Что? Что? Можешь мне помочь выбраться? Конечно, прыгай! Я тебя поймаю! Ты и Эдди Мартинусу это обещал, а он ногу сломал! Это совсем другое дело! Эдди Мартинус толстый! Он не мой друг, а его родители не знают моих! Забудь! Не стану я прыгать! Можешь открыть окно домика на дереве? Ты хочешь воспользоваться тросом? Разве это не рискованно? Ну, то есть, ты можешь упасть, твой отец найдет у тебя всего травмированного, потом он позвонит моим родителям, а мне бы этого точно не хотелось! О, что такое, Ник? Струсил? Никто не называет меня трусом! Ну так докажи, что не трус! Открой это чертово окно! Ладно, но больше не смей называть меня трусом! Принял к сведению! Одну минутку! Ладно, но поторопись! Пусть там и остается! Ну, то есть, мне нравится все олдскульное, но я не стану ходить по улицам, размахиваясь импостером! Док Мартинус... А сама... Было бы круто начать снова тренироваться на BMX! Эти фигурки... Я уже модельками... Ничего круто... Если я... Если я... Итак... Вот и мой билет в один конец! Крутонем эту штуку! Они! Мы здесь! Мы что-нибудь пропустили? Да нет, ничего особенного! Я почти подсоединил антенну! Ты уверен, что это сработает? А зачем нам вообще антенны, если мы хотим перехватывать кабельное? Я установил передатчик на щиток кабельного дальше по улице, чтобы к дому не вели слишком заметные кабели! И поверьте мне, у этой штуки мощности намного больше, чем нужно для простого просмотра кабельного! У тебя еще остались твои простыни с поняшками? Да, в этом мультике о пони есть удачные сцены! И бабушке моей пони нравятся! Если ты так считаешь, то я попробую посмотреть его еще раз! Уверен, тебе понравится! А второй сезон еще лучше! У Зубика рождаются дети и все такое! Меган очень выросла как персонаж! Правда? Ага, короче, я не против, чтобы ты продолжал болтать о поняшках, но давай вернемся к важным вещам! Когда мы начнем смотреть фильмы для взрослых? Как только закончу настройку, можешь слегка подвинуть антенну? Ладно, давай попробуем! Работает! Что это за хрень? Похоже на какую-то научную фантастику! Из Китая? На каком это вообще языке? Понятия не имею... Но не я же создавал декодер! Так что, может, мы поймали зарубежный канал? Давай переключим! Что-то не так! Эта штука на всех каналах! Но зато мы можем смотреть китайское кино! Что? Что это за хрень? Это не метеорит! Не думаю, что это вообще кино! Что ты имеешь в виду? Ну, похоже, что мы поймали сигнал СОС от космического корабля, который только что упал в леса Саутплейнс! Ну, не знаю... А что, если это просто очень странное совпадение? Тогда чего же мы ждем? Это же близко! Давай, пойдем посмотрим! Ну, как же голые цыпочки по-кабельному! Слушай, если это был корабль пришельцев, то мы сможем стать первыми людьми, которые встретили инопланетян! Ты что, не хочешь оставить след в истории? Но... девочки! Уверен, если мы станем известными, то девочек у нас точно будет больше, чем если мы останемся дома смотреть на халяву кабельное! Дело говоришь! Тогда пойдем! Если верить моим расчетам, то мы рядом Здесь пахнет чьей-то горелой жопой Слишком неровная местность Отсюда придется идти пешком ПОБЕРЕГИСЬ! Вода просто ледяная Неудачный сезон для купания Не могу сдвинуть Слишком заржавела Дай я попробую Ага, слишком ржавая Нужно ее чем-то смазать ПОБЕРЕГИСЬ! 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 ПОБЕРЕГИСЬ!